Существует один уникальный макияж глаз, который идет вообще абсолютно всем. И если ты научишься его делать, то ты всегда будешь с идеальным макияжем. Кстати, подпишись на меня, ведь я очень полезная. Чем чаще ты его будешь повторять, тем лучше набьешь рук, и тем идеальнее будет твой макияж каждый раз. И начинаем со шпаргалки. Берем консилер или светлый карандаш. Находим линию подъема нижнего века. И эту линию просто продляем. В зависимости от твоего вкуса и желания, можешь вывести эту линию идеально из ресничного ряда. С нависшим веком ты можешь опустить эту линию на 1-2 мм. Или наоборот поднять, чтобы сделать макияж более вздернутым. В данном случае ориентируйся на свой вкус. Но самое главное держать зеркало ровно перед собой, видеть одновременно оба глаза, чтобы эти линии были симметричными. Ниже этой линии тушевку опускать нельзя, иначе твой макияж будет смотреться грязным, грустным, унылым, а твое лицо будет выглядеть старше. Я беру коричневый карандаш, который хорошо тушуется, и дублирую эту линию чуть-чуть выше. Когда ты рисуешь первый раз, и еще не знаешь, как тебе больше нравится, и что у тебя получится, ориентируйся на кончики своих ресниц. Смотри, как ты видишь кончики, и до этой же длины проводи линию. Когда смотришь прямо на себя в зеркало. А теперь нам надо усмирить нависшее веко. Для этого мы опять же смотрим прямо на себя, можем даже немножечко вверх. И проводим дугу над соединением наших век. Примерно на 1-2 мм выше линии соединения. Беру плоскую синтетическую кисть. Подтягиваю немножко нижние линии, чтобы они были более плавными. И растушевываю линию, которую я провела. Снова беру этот карандаш и заполняю уголок, который у меня получился, между вот этой вот линией и моим веком. Если у тебя нависшее веко, постарайся при макияже как можно реже закрывать глаза. Так ты сможешь скомпенсировать свое нависание наиболее эффективно. И помни, что карандаш пластичен, поэтому ты всегда его можешь подтушевать. Все, наш черновик готов. Теперь ты можешь взять тени тех цветов, которые тебе нравятся. Я беру вот этот вот растушевочный оттеночек. И с его помощью дублирую ту дугу, что я провела. И аккуратно соединяю свою маленькую стрелочку и эту дугу. В итоге у меня получается эффект огромного века. Вот эту внутреннюю форму можно заполнить любым цветом, который тебе нравится. Блестящим, матовым, темным. И тогда ты получишь смоки. Любой цвет красиво ляжет в форму этого макияжа. Я хочу что-то с ног сжевательное, поэтому я возьму вот этот вот блестящий оттеночек. И начну наносить его внутрь своей формы. Для этого я беру плоскую синтетическую кисть. А на самую серединку века пальцем нанесу блесточки. Возвращаясь к своей плоской синтетической кисти и перемешиваю границы между блестками и дуахромом. А теперь беру плоскую синтетическую кисть и хорошенько растушевываю ту светлую шпаргалку, что я себе оставляла в самом начале. Для более волшебного эффекта я добавлю в уголочек глаза хайлайтер из палетки купания-чародейки отта Метанука. Нижнее веко мы всегда оформляем, исходя из особенностей глаза. Одного универсального макияжа для нижнего века, к сожалению, не существует. Обратите внимание, что у вас уже готовая форма для стрелки, поэтому ее очень легко добавить, если вам хочется в этот макияж. Но делать это не обязательно. Он и без стрелок смотрится достаточно выразительным. Но, раз уж я начала, то буду делать полный фарш. Дублирую нижнюю линию. И просто заполняю маленький треугольничек, который у меня получился между этой линией и веком. Все это мы делаем, опять же, на открытых глазах. Конечно, нам остается накрасить реснички. Спасибо, что посмотрела это видео до конца. Оцени мой макияж от 1 до 10, но помни, что его можно делать в любых цветах, как блестящих, так и матовых. Пиши в комментариях, в каких бы цветах ты хотела попробовать этот макияж. Спасибо, что ты со мной. Мне очень важна твоя поддержка. Люблю тебя.